Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Русские и Шведки. После большого выпуска Антона Птушкина о Швеции, мне пришло немалое количество сообщений о том, как переехать в Швецию в 2020-2021 году. Итак, расскажу по порядку. Существует 5 видов легальных переездов в Швецию. Первый, самое основное, работа. Второй, брак. Третий, учеба. Четвертый, бизнес или инвестиции в какой-то бизнес. Пятое, азюль, прошение, убежиство, беженство. Это все пятый пункт. Итак, начнем с основного, с первого, это работа. Для того, чтобы получить вид на жительство по работе, соответственно, вам нужно найти в первую очередь работодатель. Чтобы получить 100% вид на жительство по работе, вам нужно найти очень хорошего работодателя. Чтобы он вам смог дать контракт минимум на 2 года. Так как маленькие контракты, такие как на полгода и год, чаще всего по ним дают просто отказ. Для того, чтобы найти двухгодовой контракт, либо вы должны быть очень хорошим специалистом, либо у вас должны быть какие-то знакомые, у кого есть, соответственно, своя фирма. Чтобы они вас взяли под свое крыло, устроили вас на работу, соответственно, вы платили бы там налоги и работали. Вот. Ничего в этом сложного в принципе нет, но самое сложное это начать. Искать работу и работодатель. Существует множество различных сайтах, на которых вы можете искать своих работодателей. Не говоря, что для всех это будет очень легко. В Швеции у каждого индивидуальная ситуация. У кого-то это очень легко, у кого-то это очень тяжело. Второе у нас брак. Внесу вам некую ясность и открою вам небольшой секрет для тех, кто думает, что если это парень, то в ихней ситуации нашел шведку и ты швед, получил документы. Если ты девушка, нашла парня шведа и ты шведка. Нет, это не так. Для того, чтобы получить вид на жительство по воссоединению, по браку с гражданином Швеции, необходимо этому гражданину Швеции иметь контракт на квартиру, соответственно, от первых рук, метры квартиры соответствующие и хороший доход, чтобы первый год она или он могли вас содержать. Я надеюсь, я раскрыл вам эту тайну, что не так, как многие говорят, что ошел гражданин на Швеции и ты в шоколаде. Это не так. Это все очень долго и тяжело. Бывает рассмотрение идет до двух лет. Это, соответственно, тот, кто женится на ком-то из другой страны, соответственно, должен ожидать в своей стране подтверждения на въезд и на совместное проживание. Конечно же, существуют такие моменты, как фиктивный брак. Вы сами должны понимать, что это немалые деньги. Это от 20 до 25, у кого-то там и до 30 тысяч евро. Но вы должны сами понимать, что это на ваш страх и риск вас могут просто кинуть на полпути, могут в конце кинуть. Вы можете отдать своих 20-25 тысяч евро и при этом ничего не получить, только вот такой огромный стресс на свою голову принять и потерять очень большое количество денег. Поэтому я не рекомендую вам пользоваться этой услугой. И оно ни к чему хорошее, но в большинство случаев не приводит. Третье. Учеба. Если же вы очень хорошо владеете английским и у вас блещет просто желание учиться, того, чего у меня особо не было и нет, но я очень бы хотел куда-нибудь пойти учиться, но мы отложим это на попозже. Если вы очень хорошо владеете английским языком, то вы, конечно же, можете попробовать себя в учебе какой-нибудь. Это все есть на их сайтах, там, где учатся, там разные шведские институты. Подаете туда заявку, они ее рассматривают и говорят вам да или нет. Также есть по обмену там учатся люди. То есть по учебе остаться в Швеции тоже реально и мне кажется не тяжело. Если ты уже начал учиться и жить здесь, соответственно, ты начинаешь учить язык, соответственно, ты начинаешь искать себе работу, вторую половинку. И я не думаю, что составит большого труда остаться без Швеции. Опять же, у каждого индивидуально, у кого-то легко, у кого-то тяжело. Четвертое. Бизнес. Если же у вас достаточное количество денег и вы хотите попробовать себя в бизнесе в Швеции, вы можете купить фирму, вы можете вложиться в какую-то фирму, стать ее частью какой-то этой фирмы. Соответственно, по тому, что у вас есть фирма или там какой-то кусок от этой фирмы, вы, соответственно, можете получить вид на жительство. Так как вы должны присутствовать здесь, следить за процессом развития фирмы. Как бы тут все понятно. Пятое. Это Азюль. Просение убежища. Беженство. Если у вас какие-то проблемы на своей родине, если вас кто-то преследует. Опять же, это каждая индивидуально, у каждого своя история, то вы можете приехать сюда, в Швецию, и попросить убежище. Это довольно-таки долгий и занимательный процесс. Может, сейчас это и очень быстрый процесс. Я не знаю, как оно сейчас там все это происходит. Но довольно-таки занимательный и стрессовый процесс. Вам нужно будет там рассказывать свои истории, ходить на интервью, вас будут допрашивать, вы будете рассказывать. Если у вас на самом деле реальной истории очень много доказательств того, что вы опасаетесь жить в своей стране, то вы можете попросить это убежище здесь. Если у вас очень много доказательств, которые реально очень похожи на правду, то довольно-таки большая вероятность того процента, что вы получите вид на жительство в этой стране. Я надеюсь, все рассказал пункты, по которым можно получить вид на жительство. Опять же, попрошу заметить, что у каждого индивидуально. У кого-то одни проблемы происходят во время этого всего процесса, у кого-то другие. У каждого попадаются разные люди, кто рассматривает дела. Один смотрит так, другой смотрит так, третий думает так. Поэтому почти не бывает такого, что у всех одинаково. Это каждому индивидуально. Надеюсь, я вам все легальные способы рассказал, как можно остаться в Швеции. Но есть небольшие нюансы. Миграционное агентство чуть ли не каждый месяц меняет свои законы на то, как просить убежище по работе, там еще всякое и так далее. Допустим, я слышал такое уже, что если вы остаетесь по браку со шведом или шведом, то им уже не надо будет показывать их зарплату, например. Но при этом вы должны будете знать шведский язык. Такие разные всякие моменты. Поэтому все это будет датироваться. Вы это все можете просматривать на их официальных сайтах, на которые я оставлю ссылочки. Там внизу, как обычно, в описании под видео, миграционное агентство, там есть русский язык, как вы можете подать свою заявку на то или иное прошение, что вы хотите. И по традиции, если вам понравилось видео, обязательно не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Так как по статистике 87% видео просматривают, но не подписываются. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И до новых встреч! Пока! Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, друзья, пишет пока!